Сегодня в столице Чувашии полпредпрезидента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил временно исполняющего обязанности главы региона. Им стал Олег Николаев, депутат Государственной Думы страны. Представление прошло в Большом зале Дума правительства. Олег Алексеевич, человек по регионе известный, он родился здесь на Чувашской земле и практически вся его трудовая биография связана с республикой. Я уверен, что несмотря на сложности и стоящие непростые задачи, Олег Алексеевич при вашей поддержке консолидирует усилия общественности, жителей республики. Быстро погрузится в работу и справится с поставленными задачами. Самое главное не терять связь с жителями. Олег Николаев назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашии указом президента России Владимира Путина. До вчерашнего дня уроженец Красночитайского района был депутатом Госдумы Российской Федерации от Чувашием. Наша задача простая. Это достижение всех национальных целей, индикаторов и задач поставленных президентом. И поэтому мы в ближайшее время займемся плотным анализом ситуации. Естественно, совместно со всеми институтами гражданского общества, если так можно выразиться, будем скорректировать эти планы. Ну а дальше будем вместе работать для того, чтобы их реализовать. Уровень доходов – это глобальный индикатор. Они в республике должны подниматься, отметил в своем первом выступлении в ранге в Рио главы Чувашии Олег Николаев. И сейчас все силы необходимо направить на развитие экономики, обеспечив приток инвестиций. Этот курс готовы поддержать представителей всех партий и объединений. Мы поддерживаем, работаем. Я со своими коллегами общался. И многие-многие выходцы из Чувашии, которые занимают серьезные позиции в бизнесе и в государстве, готовы сделать все для того, чтобы Чувашии все гордились. Прежде всего, временно исполняющий главы Чувашской республики должен поставить себе задачу выйти на уровень экономического, социального развития 1990 года. Почему? Мы понимаем, что 90-й год – это вершина подъема экономики, социальной жизни и культурной Чувашской республики. Вот я Олегу Алексеевичу со всем уважением, как своему товарищу, коллеге по работе депутатской гуми, хотел бы предложить, чтобы он серьезно на эти вещи обратил бы внимание. И в этом случае КПРС, безусловно, будет помогать всячески, чтобы повышать экономический, социальный потенциал Чувашской республики, нашей с вами общей малой родины. Наша республика всегда была богата талантливыми людьми, профессионалами, патриотами своей земли. И сегодня у Олега Алексеевича есть уникальная возможность консолидировать вокруг себя все здравые силы в интересах республики, на благо жителей Чувашии. У него для этого все есть, как мы видим, желание работать, есть жизненный политический опыт, работа на федеральном уровне. Ну а самое главное сегодня это и поддержка президента Российской Федерации. Также состоялась рабочая встреча полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с Олегом Николаевым. Они обсудили первостепенные задачи. Выборы главы региона состоятся в сентябре 2020 года. Будет ли в них участвовать Олег Николаев? Пока вопрос открытый. Ирина Волкова, Павел Иритков, Андрей Шоклев, Республика.